Здравствуйте, мои дорогие ребята! Рад вас приветствовать на моем YouTube-канале. И это не совсем экспериментальное видео, но все же последнее время мы работаем по большей части в режиме прямых эфиров. И с прямой эфиры, конечно, имеют свою романтику, это прекрасно. И я очень люблю работать с вами, с моей аудиторией в режиме live, потому что может произойти все, что угодно. И любые помехи, любые люди, которые в кадр лезут, в общем, все это приносит свою такую какую-то изюминку в режим прямых эфиров. Но я стараюсь, конечно, и не забывать делать вот такие нарезанные видео. И вот это мы сейчас попробуем сделать таким, наверное, первым из серии, потому что технологии идут в ногу, собственно, в гору, скажем так. И теперь у меня есть возможность прям снимать, монтировать все мобильно и загружать видео прям в YouTube без наличия лэптопа. Хотя лэптоп в принципе, да, компьютер, он как бы сам по себе достаточно мобильный. И можно брать ноутбук с собой в машину, там монтировать и прям заливать. Но насколько удобно, ребята, прямо снимать на устройство, на нем же монтировать, с него же заливать и прям все делать и аватарки на месте. В общем, я хочу постараться делать больше вот таких нарезанных, монтированных видео с ответами на ваши вопросы, с информацией о моей жизни, с информацией о разных проектах и с общением с вами. Потому что прямые эфиры это прекрасно, они немножечко дольше у нас проходят и занимают немножко больше времени. Но поскольку мой график, он безумно, абсолютно безумно насыщен, у меня сейчас ПГ-марафон стартовал вот в это воскресенье. Как всегда, я всех всегда приглашаю участвовать, ссылки как это делать под видео. Но это видео не о том, что я прям сейчас вас прошу участвовать. Нет, у нас сейчас прям началась смена наша, седьмой уже ПГ-марафон. Боже, это вдуматься уже, седьмой ПГ-марафон, это грандиозно вообще. Каждому марафонцу отдельный огромный привет. Это видео у нас посвящено больше информации о актуальных делах моих, например, о актуальных делах, которые и в марафоне, и вообще в принципе происходят в моей жизни. Поэтому сейчас буду делиться с вами, ребят, какими-то вещами. Надеюсь, вам это будет интересно. И, конечно, если вы гость канала, здесь мы работаем о тех вопросах, которые беспокоят вас на тему здоровья, долголетия, спорта, тренировок, о том, как нужно вести себя на кухне. Потому что я очень люблю готовить и также очень люблю отвечать на ваши вопросы относительно всего вышеперечисленного. Поэтому сейчас, ребят, я поделюсь с вами последними новостями. Так, из последних событий, которые происходят. Во-первых, я уже говорил, что ПГ-марафон стартовал в это воскресенье. И мы уверенно абсолютно работаем. У нас практически 70 героических марафонцев, которым всем огромный привет, респект. И я желаю вам крепкого, собственно, целенаправленного движения вперед, ребята. Я, в свою очередь, просто не подведу, а я и Иван, директор ПГ-марафона, мы обещаем вам незабываемую программу. Будет круто. Ребята, по поводу организационных вопросов. Хочу поделиться с вами тем, что мы занимаемся благотворительностью и занимаемся поддержкой и помощью больным детям. Для меня это настолько животрепещущая тема, я не могу об этом говорить со спокойной душой. Для меня, как для отца двоих, у меня сын старший и младшая дочь, для меня это безумно важно. Помогать, пользуясь моим положением. Хоть оно и не такое значимое в мире YouTube, подписчиков у нас не очень много, но я могу обратиться к вам, ребята. Потому что у меня, может быть, выигрышная позиция. Потому что я работаю с вами, а вы, ребята, по большей части взрослые люди, у которых тоже есть детки, у которых тоже есть возможность сопереживать детям, которые нуждаются в помощи. Тяжело мне об этом говорить, обо всем, потому что я лично воспринимаю, настолько лично воспринимаю. Ребята, Демид зовут мальчика и мама с сыночком сейчас получили диагноз. Лейкоз острый и идет активнейший сбор средств, потому что сейчас самая ранняя стадия и можно полностью помочь. Но нужно очень много финансовой поддержки уделять ребятам. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, если у вас будет возможность, неважно, 1 евро, 2 евро, 30 евро, 100 евро, сколько есть возможностей, я оставлю ссылку под этим видео. Пожалуйста, заходите и эта ссылка будет на Instagram, на Демида Instagram, специально по сбору. Мама открыла страничку и там вся информация о состоянии. Для меня это лично безумно важно. Мы с каждого марафона выделяем бюджет специально на благотворительность. И лично стараюсь я и моя супруга помогать, потому что дети это самое святое, самое беззащитное, что может быть и максимум то, что мы можем делать. Прошу вас, пожалуйста, делать. И, пожалуйста, внизу ссылочка будет на Instagram Демида. Пожалуйста, зайдите и очень прошу вас помочь. По другим моментам, ребят, поехали дальше. Буду рассказывать вам. Я продолжаю отвечать на ваши замечательные вопросы. И в следующих сериях видео буду отвечать на те темы, которые вас волнуют, беспокоят о здоровье, долголетии, спорте, тренировках, обо всем вообще на свете. Это видео, скажем так, как я говорил, чисто может быть не то, чтобы техническое, но смотрю, как я могу мобильно снимать, мобильно отвечать на вопросы. И сегодня отвечу на такой вопрос, который очень часто ребята задают. Алексей, а подскажите, пожалуйста, вот я девочка, я боюсь заниматься спортом и боюсь перекачаться, скажем так. И вот на предмет перекачаться и превратиться в лошадку, я хочу сказать, что да никогда в жизни не бойтесь заниматься спортом. Очень часто девочки думают, что если они будут ходить в зал, думают, что если они будут заниматься железом, они превратятся в тех моделей, которые выступают в фитнес-бикини, физик, там разные есть категории выступления, женского бодибилдинга. Это все, чтобы вы понимали, даже фитнес-бикини, девчонки, которые выходят в купальниках и такие поджары с плечами, по большей части, вот все, что над бикини, это все 100% с использованием мужских синтетических половых гормонов. То есть девочки, которые занимаются в зале, используют мужские половые гормоны для роста мышечной массы. Если вы боитесь идти в зал, не боитесь заниматься спортом с пометкой того, что вы перекачаетесь, никогда в жизни этого не будет, потому что, ребята, в зале по-хорошему вы создаете тренировочный стресс и призыв мышцы расти, но растет мышца, она по-хорошему только за счет ваших гормонов. И никогда в жизни не будете заниматься, я же не гигантский какой-то кач-трюкач, у меня есть определенное количество гормонов, свободного именно тестостерона, который напрямую и влияет на рост мышц. А у женщин его еще меньше, поэтому девчонки по своей природе, они не мускулистые. И все девочки, которых вы видите, это все с использованием, собственно, гормонозаместительной терапии. Поэтому, если вы этим не балуетесь, то и не нужно волноваться. Прекрасный тонус, хорошая подтянутая форма, это то, что вам гарантировано при соблюдении правильного питания, баланса тренировок и при соблюдении графика, но не более. То есть, пожалуйста, занимайтесь и не волнуйтесь об этом. Вот такие, ребята, видео, которыми я с удовольствием бы с вами делился, которые я бы с удовольствием мобильно монтировал. Там мотоциклы летают, извините за брак по звуку, но опять же, мы с вами такой casual, правильно, снимаем. И стараемся сделать его максимально продуктивным, информативным, заряженным какой-то энергией, знаниями и заряженной информацией о моей жизни. Поэтому я, ребят, вот снимаю, общаюсь с вами лично, как оно есть. Безусловно, мы будем проводить прямые эфиры, безусловно, мы будем дальше работать в каком-то ключе, как и продолжали работать. Но вот хотелось бы вот такие видео как-то запустить в серию, что ли. Поэтому, если вам понравилась такая тема, ставьте палец наверх. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Как всегда, прошу вас все ссылочки на Демида, на мой инстаграм, на мой марафон. Все внизу под этим видео. Я вас обнимаю, ребята. Желаю вам прекрасного, замечательного вечера, дня, утра. Не важно, где вы застали, где вас застанет это видео. Я вас обнимаю. И до следующего выпуска. Пока.